Если у человека есть признаки ОРВИ, повышенная температура, кашель, отдышка, потеря обоняния, необходимо вызвать врача на дом. Врач обследует пациента и принимает решение о необходимости ПЦР-тестирования в зависимости от тяжести течения заболевания. Также ПЦР-тестирование делают тем, кто контактировал с человеком, у которого выявлена коронавирусная инфекция, если их лечащий врач посчитает это необходимым. Отрицательный тест на антитела COVID-19 не освобождает от двухнедельной самоизоляции по прибытию в Ненецкий автономный округ. В аэропорту Наринмара действителен только результат ПЦР-тестирования. Напомним, номер единой горячей линии по коронавирусной инфекции – 8 800 301 00 83 и 8 818 53 238 07. Звонок бесплатный как с городских, так и с мобильных телефонов. Пациент звонит на указанный ранее номер телефона. Врач выписывает льготный рецепт и передает его в аптеку, где на основании полученных документов формируют пакеты с медикаментами. Волонтеры забирают эти пакеты и отвозят лекарства на дом пациентам. Вся помощь оказывается волонтерами со строгим соблюдением установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических ограничений. Все волонтеры обеспечены масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Работают с гражданами бесконтактным способом. Обновлен график личных приемов заместителей губернатора Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации. Все заместители ведут приемы как в очном, так и в заочном формате посредством видеоконференц-связи. Сложившийся эпидемиологической ситуацией ВКС – эффективный способ, позволяющий оставаться на связи с жителями. Он очень удобен для жителей отдаленных населенных пунктов округа, так как им не нужно ехать в столицу региона для того, чтобы задать свои вопросы вице-губернатору. Помимо того, записаться на личный прием в оффлайн-режиме могут и жители Наринмара и поселка Искателей. Для того, чтобы записаться на личный прием и уточнить, в каком формате будет проходить встреча, необходимо предварительно позвонить по номеру телефона 8 818 53 2 15 54. В Ненецком округе продолжается прием заявлений о подростках на летнее трудоустройство в 2021 году. Трудоустроиться могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет, желающие работать в свободное от учебы время. Для этого необходимо заполнить анкету в Центре занятости населения Ненецкого округа. Проживающие в сельской местности могут направить анкету почтой. Также подать заявление можно через портал Госуслуг. Уже завершается формирование базы у работодателей на 2021 год. На сегодняшний день окружные организации готовы предложить подросткам более 800 вакансий, пояснил руководитель Центра занятости населения НАУ Юрий Сидеев. В НАУ продлены налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. Льготная налоговая ставка 0% для упрощенной и патентной системы налогообложения будут действовать до 1 января 2024 года. Освобождение от налоговых платежей действует для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом предприниматели должны вести бизнес в производственной, социальной, научной сфере или предоставлять бытовые услуги населению. Законопроект на сессии окружного собрания депутатов представила заместитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики НАУ Татьяна Лагвиненко. Законопроект направлен на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, в том числе на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, создание условий для поддержки начинающих предпринимателей на старте бизнеса. Льготная налоговая ставка в размере 0% на упрощенный патентный систем налогобложений действует сейчас до 1 января 2021 года. Хорошая новость для жителей поселка Каратайка. В новом расписании Наринмарского авиапредприятия в 2021 году появится отдельный авиарейс «Каратайку» и обратно. Он будет выполняться по понедельникам. Есть новости и для жителей поселка Искателей. Здесь в 2021 году появится новый автобусный маршрут. После устранения замечаний подрядчикам подписаны документы на ввод в эксплуатацию участка дороги монтажников «Угольная юбилейная». Это позволит организовать новый маршрут общественного транспорта искателей «Виллэдж». Специалисты уже обследовали будущий маршрут, определили места для остановок и размещения автобусных павильонов. Полярная ночь в Наринмаре наступит 10 декабря и продлится до 2 января. Об этом сообщили в Объединенной гидрометеорологической станции Наринмара. В это время солнце не поднимается над горизонтом. Но все же во время сумерек, когда солнце из-за горизонта освещает высокие слои атмосферы, будет наблюдаться светлое время суток. Самая короткая продолжительность светового времени в Наринмаре по версии сайта «Восход солнца» будет 13 декабря, без учета закрытости горизонта, высоты местности и метеорологических условий. Самый короткий день в этот промежуток – всего 17 минут. В Нейнском округе продолжается прием заявок на оздоровление детей за счет окружного бюджета. Подать документы на получение путевки мать и дитя можно будет в течение месяца. Традиционно по путевке мать и дитя на санаторно-курортное лечение могут отправиться дети с 4 до 12 лет, имеющие третью группу здоровья, и дети с 4 до 15 лет с 4 и 5 группами здоровья в сопровождении одного взрослого. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник, бабушка или дедушка. Как и раньше, бесплатные путевки в здравнице предоставляются один раз в два года. Заявление можно подавать непосредственно через многофункциональный центр в почтовом направлении, либо у нас здесь в отделении осуществляется прием граждан по вторникам и четвергам во второй половине дня. К заявлению на оздоровление детей необходимо приложить следующие документы. Документ, удостоверяющий личность – это паспорта и свидетельства о рождении, справку о составе семьи, медицинские справки, справку 070У о том, что ребенок нуждается в оздоровлении, справка о группе здоровья, справку о доходах за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. При этом заявителю следует помнить, что среднедушевой ежемесячный доход на одного человека не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Что касается тех граждан, которые подавали документы в 2020 году, но из-за пандемии решили не выезжать на санаторно-курортное лечение. В случае, если они желают получить бесплатную путевку в 2021 году, то необходимо вновь подать документы в срок до 20 декабря. У нас не переносятся путевки на следующий год. Им необходимо просто заново подать пакет документов, и, соответственно, заново мы их поставим в реестр в очереди тех, кто нуждается в оздоровительном лечении для детей. Добавлю, что первоочередное право на путевки имеют многодетные семьи и родители, воспитывающие ребенка-инвалида. На оздоровительный отдых в составе организованных групп могут отправиться дети возрасте от 13 до 15 лет включительно, имеющие вторую или третью группы здоровья, постоянно проживающие на территории Ниньского округа и нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова